Заведующим ревматологическим отделением 52-й больницы и окружному ревматологу Северо-Западного округа с докладом «Длительная терапия анкелозирующего спондилита. Возможности ограничения генно-инженерно-биологической терапии». Добрый день. Очень рада, что у нас есть коллектив. Пусть он небольшой, но он точно дружно и сплоченный. Речь идет об анкелозирующем спондилите, который по сути является центром всех спондилоартритов. Когда мы решаем вопрос, как мы начинаем лечить пациента, мы обязаны его оценить. Мы оценим и внеаксиальные проявления, и внескелетные проявления. И, безусловно, центром диагностики спондилоартритов является воспалительная боль в спине. Безусловно, мы опираемся на классификационные критерии аксиального спондилоартрита, который включает, прежде всего, воспалительную боль в спине и наличие либо сакролита, либо ошелей. Б27 – позитивность в совокупности с другими факторами. И диагноз периферического спондилоартрита мы точно так же ставим на основании наличия у пациента артрита, энтезита или дактилита и в комбинации с другими проявлениями спондилоартрита. Когда мы видим пациента, нам очень важно понять и оценить его согласно всем нашим индексам. Индексы, которые сейчас мы используем в постоянном режиме – это индекс БАСМИ, метрологический индекс БАСМИ, который нам позволяет оценить функцию степени поражения шейного поясничного отдела позвоночника и, по сути, отсутствия или наличия кокситов. БАСФИ – это функциональный индекс, и пациент отвечает на указанные вопросы по визуально-аналоговой шкале, и мы также понимаем степень ограничения функционального движения. БАСДАИ – это индекс активности, когда мы сдаем вопросы пациенту о выраженности, слабости, болевых ощущений, утренней скованности, оцениваем их также по визуально-аналоговой шкале, и, соответственно, у нас есть градация этой активности, которая позволяет одинаково оценить одного и того же пациента всем докторам. Безусловно, есть некий момент субъективизма, и на своем приеме я сама заполняю этот опрос, вместе с пациентом, более того, очень часто приходится ему предоставлять его предыдущий ответ, иначе может получиться, что эффективность геноинженерных препаратов вовсе не такая эффективная, как казалось бы мне, потому что цифры – вещь такая, с ними не поспоришь. Соответственно, и безусловно, у нас с вами есть еще индекс АСДАС, по которому мы оцениваем собственно активность заболевания в самом начале, и динамику этого показателя на фоне терапии. И, безусловно, я еще здесь повторяю, что, мне кажется, основная роль в правильном заполнении опросников в этой ситуации принадлежит врачу, потому что пациент очень часто выдает противоречивую информацию. Кроме этого, мы оцениваем периферический счет, мы оцениваем количество энтезитов, и, собственно говоря, возвращаясь к цельным терапиям, безусловно, у нас есть понимание, что мы хотим и контролировать активность, и улучшить качество жизни больных, и сохранить максимальную функцию, но самое главное – это предотвращение и замедление структурных повреждений. И, безусловно, мне кажется, основой взаимодействия по любому заболеванию лежит прежде всего в тотальном доверии пациента к своему доктору и в полном понимании пациента сути своего заболевания, тактике нашего лечения и конечных точках, о которых мы с ними проговариваем заранее. Безусловно, у нас есть медикаментозная и немедикаментозная терапия. Мы всем пациентам внушаем, что лечебная физкультура является абсолютно образом жизни каждого пациента. Мы рассказываем, какие нагрузки они должны давать, от чего это зависит. Физиотерапия плюс-минус имеет мощный психологический эффект для наших пациентов, это мы видим у себя в стационаре, хотя доказательная база данного конкретного метода имеет некоторые сомнения. И вот если мы возвращаемся к медикаментозной части, то, безусловно, когда речь идет об аксиальных формах, мы используем локальные глюкокортикостероиды блокаторов ино-альфа. При периферической форме, безусловно, подсоединяется к терапии сульфоселозин. Все это на непостоянном приеме нестероидных противовоспалительных препаратов и, по сути, хирургическое вмешательство нужно как реконструктивная операция. Что касается НПВП, самое главное, на мой взгляд, это пациентов убедить, что это действительно препарат, который им нужен в постоянном режиме, который принимается всегда и, по сути, должен быть пожизненным препаратом при отсутствии противопоказаний, и что именно непрерывный прием замедляет прогрессирование заболевания. Да, конечно, когда мы встречаемся со сложным комарбитным пациентом, мы каждый раз выбираем препарат в зависимости от рисков сердечно-сосудистых заболеваний и поражения желудочно-кишечного тракта у каждого конкретного пациента. И, безусловно, мы используем при высоких рисках селективные нестероидные противовоспалительные препараты либо комбинируем их с ингибиторами протоновой помпы. И самое главное, вот это понимание, что постоянный прием нестероидных противовоспалительных препаратов приводит к замедлению прогрессирования заболевания, а значит, к улучшению его прогноза и качества жизни спустя 10-15-20 лет. Что касается глюкокортикостероидов, мы их используем первой. Это локальная инъекционная терапия, именно лечение артритов, энтезитов, сакроэлита. И этот метод используют наши коллеги-офтальмологи в лечении увеитов. По всем литературным данным, системные глюкокортикостероиды не продемонстрировали свою принципиальную позицию в лечении спондилоартритов. И пульс терапии глюкокортикостероидов, которая обсуждалась когда-то, она не находит своей доказательной базы. Но вместе с тем, за последние года-два у нас прошло 3 пациента с анкилозирующим спондилитом, которых привозили фактически в лежачем состоянии. И проведение пульс терапии их подняло на ноги, даже при условии назначения системных глюкокортикостероидов против этих пульсов. И из того, что известно по научным данным, что да, эта терапия наносит удар по активности заболевания, и вместе с тем, не диктует необходимости продолжения глюкокортикостероида в дальнейшем. Но это как раз от 1 до 3 месяцев эффективности, когда у нас есть с вами время решить проблему терапии этого пациента в дальнейшем. Что касается препаратов сульфосалазин, люфланамид, метатриксат, они не показали своего эффекта при анкилозирующем спондилите, но успешно используются в лечении периферической формы. Что касается антифенео препаратов, у нас на сегодняшний день есть 5 препаратов, Ремикейт Хумира, Энбелосимпони и не так давно зарегистрированы СИМЗИ в лечении анкилозирующего спондилита. Три из которых являются моноклональным антителом, один гибрид мышиночеловеческая и один рецептор к ФНО-альфа. Какие есть позиции в отношении назначения ингибиторов ФНО-альфа? Прежде всего, это высокая активность заболевания, особенно при аксиальном варианте, когда кроме НПВП у нас в руках ничего нет, но также при неэффективности НПВП плюс сульфосалазин, что является моментом, когда мы начинаем рассматривать пациента как потенциального товарища для назначения генной инженерной терапии. При аксиальной форме это неэффективность как минимум 2 НПВП в течение 4 недель, при периферической форме неэффективность НПВП сульфосалазина, а также, безусловно, мы обсуждаем назначение ингибиторов ФНО-альфа при рецидивирующих ювитах, поскольку каждый следующий ювит – это высокие риски потери зрения у пациента, и также прогрессирующий коксид, который потом приводит к инвалидизации и к решению вопроса о хирургических вмешательствах. Предикторы клинического ответа на ингибиторы – это короткая продолжительность болезни, небольшие функциональные нарушения, молодой возраст и высокая активность заболевания, маркерами которых являются сои и цириактивный белок. И действительно, по исследованиям, самыми хорошими ответчиками являются пациенты с небольшой длительностью заболевания, но с высокой его активностью. В этом у нас есть некоторые проблемы в плане необходимости получения группы инвалидности у пациентов до назначения геноинженерных препаратов. Соответственно, действительно также демонстрируется падение эффективности фено-альфа у пациентов с высокой длительностью заболевания. Все препараты ингибиторов фено-альфа примерно одинаковы в эффекте. Прямых сравнительных исследований не было, но вместе с тем они действительно демонстрируют свою примерно одинаковую эффективность на все основные проявления спондилоартрита. И есть некоторое различие по иммуногенности, когда мы говорим, от каких препаратов мы ждем вторичную потерю эффекта, а какие препараты максимально в этом смысле безопасны. То есть на эндорцепте цертулизомам и пегол мы видим меньшую иммуногенность и выработку антител. Способ ведения. Он выбирается индивидуально. И что здесь могу сказать, что безусловно для молодых активных людей им нужна независимость от врача от медперсонала, но вместе с тем большинство наших пациентов под опыту ведения их стационарей предпочитает выбирать все-таки инфузионные формы, потому что это залог частой встречи с врачом, это залог постоянного и длительного наблюдения. И это стало очень актуально ввиду малой доступности ревматолога в реальной жизни пациента в настоящее время. Следующий момент, по которому мы делаем выбор, когда на комиссии выбирается какой-то из препаратов, это, безусловно, наличие у витов воспалительных заболеваний кишечника, а также анамнестические данные по дуберкулезу. Потому что есть препараты, которые демонстрируют свою большую эффективность в каждой конкретной нозологии. Если у нас есть неэффективность одного препарата, мы меняем его на другой. И есть еще такой момент, который касается пациентов с очень высокой длительностью заболевания. Действительно, очень часто спондилоартрит диагностируется поздно, спустя 10-15 лет. Сейчас эта тенденция значимо уменьшилась, и диагностика стала очень быстро и эффективной. Но, тем не менее, эти пациенты у нас бывают. И здесь мы говорим о том, что мы имеем возможность помочь, в том числе, этими препаратами. И здесь в большей степени улучшение функциональных возможностей снижения воспалительного процесса при, к сожалению, малом воздействии на рентгенологическую стадию заболевания. При полном анкелозе были проведены исследования, которые продемонстрировали, что действительно 8 из 11 пациентов дают улучшение, и частичная ремиссия достигается у части пациентов. И вижу потенциал назначения этих препаратов, в том числе в профилактике. У наших пациентов такого грозного позднего осложнения, как амилоидоз. Потому что этих пациентов мы, к сожалению, очень много начали видеть в 52-й больнице в условиях близлежащего нефроцентра. И очень часто мы видим неправильное лечение наших пациентов в дальнейшем, которые заканчивают свою жизнь терминальной почечной недостаточностью. Поэтому смысл назначения ингибиторов НО у наших пациентов очень важен, и у всех других геноинженерных препаратов, для того, чтобы максимально корректировать активные заболевания. И вот наше клиническое наблюдение, которое мы видели у себя, это пациент с длительным заболеванием с 93-го года, с неэффективностью НПВП сульфосалазина в анабнезе. Потом он лечился за рубежом, получал инфузию, ну это веримикейт, вероятно. К нам он поступил с высокой воспалительной активностью, а возраст пациента очень молодой, 38 лет. Что мы у него видели? Мы, к сожалению, у него видели по БАСМИ очень высокие нарушения, ограничения движений в шейном, поясничном отделе позвоночника. Это пациент, который был с перенесенными конкситами. И, собственно говоря, что нам удалось отыграть на терапии препаратом Энбрелл. Нам удалось отыграть максимально шейный отдел позвоночника. Да, безусловно, все, что было уже поражено анкелозом, исправить невозможно. Но вместе с тем отмечается полная нормализация лабораторных данных. Динамик обоздаёт этого пациента полтора. И отсутствие инфекционных осложнений на протяжении всего времени наблюдения. И этот пациент уже три года находится на этом препарате с выраженным положительным эффектом. Все, благодарю за внимание. Спасибо большое, Алена Игоревна, за замечательный систематизированный доклад. Да, пожалуйста. Спасибо. Алена Игоревна, скажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что если неэффективен один ингибитор фактора некрозоопухоли, вы переходите на лечение другим? Другим, да. А как себе представить и тот, и тот ингибитор? Где там механизм другого приложения? Почему ждать эффект от другого? У нас есть три препарата, которые похожи по своей структуре. Это моноклональные антитела. А есть у нас FC-фрагмент. У него качественно иной механизм действия. Поэтому смена препарата приводит к возможной эффективности. И мы так часто делаем. И у нас, по сути, есть три месяца для оценки эффективности одного из препаратов с дальнейшим решением о переводе на другой. То есть сейчас у нас на комиссии идет очень быстрая смена этой геноинженерной препараты. И поиск своего препарата тоже происходит очень быстро. Если можно, я добавлю пару слов. Есть сейчас довольно распространенное мнение, что истинная резистентность пациентов с анкелозирующим спондилитом, это касается именно анкелозирующего спондилита, а не других болезней, что истинная резистентность пациентов с анкелозирующим спондилитом к ингибиторам фактора, некроза, опухоли встречается очень редко. Но на самом деле отдельные препараты по разным причинам могут оказаться неэффективны. И в принципе действующие рекомендации – менять, 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 пока не найдется тот, который действует у данного пациента. Спасибо. Еще вопросы? Тогда огромное спасибо. Большое спасибо.